В это утро Евгений встал с особым настроением счастья, благости, которое вообще присуще августу. И это 17 августа 2022 года было именно таким. Это был август свободы, отпуска, который заканчивался на следующий день. Но, тем не менее, это обстоятельство не смущало Евгения, потому что когда-то всё равно отпуск кончается, и лето он отхватил сполна, он ничего не пропустил, он и поработал хорошо в саду, он и отдохнул прекрасно на пляже, Глюксбургском пляже, который славится своей чистотой. С цивилизованностью, историческими корнями и приветливыми людьми. И вот сейчас уже по прошествии всего дня он возвращался с сада, где ему надо было хорошо поработать по уборке территории, которая заросла. Ведь он собирал фрукты и варил варенье. Он делал много того, что касалось сбора заготовки, его плодов. А теперь настала пора прибрать всё, когда схлынула эта волна всего, что давала природа. А природа ему давала и прекрасную смородину, отличную алочу, мирабеллу. Сладкую, как, ну, я бы сказал, поцелуй любимой. Не меньше, ребята. Вот так вот Евгений думал. И ему доставляло огромное удовольствие вспоминать всё то хорошее, что принесло это лето. А лето ему принесло самое хорошее, я бы сказал, даже самое лучшее, что было на свете – это любовь. И любовь пробудила его. Она озарила все уголки его существа. Он понял, что он жил не так, как надо. Но сейчас любовь его увела на правильную дорогу к пылающим закатам, к рассветам, которые пленяли птичьим пением, тёплым дыханием ветерка. И всё это он ощущал сейчас особо остро, потому что он нестерпимо любил. Это чувство не знает в какой-то средней точке. Если уж человек любит, то любит именно так. Нестерпимо. Но это блаженство, это не мука. Природа человека сделала более сбалансированным в его влечениях. И это было не влечение, или, точнее, не столько влечение эротическое. Об этом как-то он даже забывал, хотя понимал, что это так. Но это было влечение сердца, влечение его души, влечение его духа. К своей ненаглядной любимой, которая ему была подарена. И подарена даже, я бы сказал, с намёка самой этой любимой. Дело в том, что он когда-то уже писал ей стихи, И, будучи пленённой, её красотой, её гармоничностью, её искренностью, и всеми остальными достоинствами, которые, не стоит перечислять, это заняло бы два часа, не меньше. А просто природа подарила ему эту девушку, которая вот-вот пунктиром всё время приходила назад. И у него всё время в его музах совершался переворот, революция, и восседала уже на трон другая, красивая, прекрасная. И вот снова это его богиня, которая вытеснила всё и сделала всё предыдущее неважным, незначимым, поблегшим и просто смешным. Вот сейчас было здорово. Вот видите, музыка звучит, и вы слышите? Подумал Евгений. Ну, а теперь Евгений решил подумать о другом. А вот Евгений, имя. Ну, вот гений, вы все понимаете, сказал сам Евгений. Гений – это тот, который, естественно, владеет такими способностями, которые вообще-то должны быть у всех. Ведь гены же есть у всех, а вот способностей, к сожалению, ярких, мы не можем найти в такой же частой степени или степени частоты. Но ведь по идее, если есть ген, значит, он даёт гениальность. Однокоренное слово, и здесь никак иначе прочитать смысл нельзя. Этих однокоренных слов, включая сам корень, ген, значит, подавляет что-то людей, подумал Евгений. Потому что их гены гениальны. В принципе, это без доказательств, но люди настолько сейчас серы, много страдают, в какой-то темноте находятся, сбивчивые, не видят своего счастья, что они здесь живут, и здесь можно жить, ну, такой красивой жизнью. Достаточно красивой жизнью души. И даже не обязательно гоняться за телом. Это даже пошло. Это пошло. Ну, за телом, если в магазине можно купить куклу резиновую. И что это? Исполнение желаний? Да это же просто бред. Это просто мистификация. Это просто фетишизм. Сказал себе Евгений. То есть настоящая любовь, она даже предполагает платоническое начало. То есть любовь души не требует доказательства еще какого-либо. то есть телесного соития. Ну, если, конечно, это все параллельно, то многим счастливцам удавалось найти доказательства, что любовь души отражается и в любви земной. Это да. Но не всем удавалось найти это соответствие любви небесной и любви земной. Сначала была влекущая небесная идея, а когда дело доходило до земного, то люди как-то уже либо насыщались, либо удовлетворялись познанием, которое не сулило еще каких-то открытий. В общем, здесь часто происходил сбой, когда вступала в дело уже любовь земная на смену небесным чувствам, предшествующим ей. Поэтому Евгений как поэт, как писатель, как художник, как музыкант, как философ, он никому не советовал прямо вот стремиться к этому трафарету, который в нашем мире распространен, что надо обязательно овладеть телесно своей любимой. И вовсе не обязательно. Если ты хочешь любить ее долго и все время чувствовать тайну, и не быть разочарованным земными аспектами, которые часто бывают смешными даже, бытовыми и какими угодно, только не теми небесными, которые были в этой любви сначала, когда любимый приходил к любимой почти что на небеса. А на самом деле он приходил к ней домой, и они проводили очередной вечер в самой романтической атмосфере. Но вот это все собственно не открытие, что любовь земная может любовь небесную дискредитировать даже. Сказать, что это была приманка, а никакая не любовь небесная. потому что после наступала фаза отрезвления и даже пресыщения и даже желания расстаться. То есть дальше может быть сценарий в разных направлениях развертываем и это удручало всех, кто слишком много ждал от небесности своей небесной любимой или небесности от своего любимого возлюбленного. Все было потом снижено, окутано бытовыми нотками и даже раздражением порой и даже непониманием. Так что никто еще не пострадал, если он не познал свою любимую телесно. Напротив, он выиграл. Но у нас настолько пошлое мышление, что то, что сейчас Евгений себе сформулировал, выглядело бы для людей какой-то смешной отговоркой, что ты просто трус и ты не пошел на встречу к своей любимой в следующие этажи познания ее. Но эти этажи уже вели в подземелье, а не на то небо, на которое звала любимая с самого начала. когда она только встретилась мужчине влюбленного сразу пылка в нее. И вот эта тема собственно закрывается сейчас Евгением, потому что это самая распространенная тема. Тема влюбления, влюбленности, прохождения всех фаз. Ну там дальше идет фаза кристаллизации и далее идут фазы более критические и все они так сказать набирают силу эти критические фазы. Так может любовь развеяться и отсвести как цветок. И мы собственно никого не виним конечно, но разочарованию во многом способствуют и телесное сближение бывших небесных существ, которых мы называем влюбленными. Так что, сказал Евгений, не торопитесь, а может быть оставьте даже так, как вы встретили свою любовь на фотографии, на вечере, на вечеринке с друзьями под музыку. Оставьте вы идеальную любовь. И вы поверьте мне, сказал Евгений, что это вам будет грезиться всю жизнь. Вы не разрушили ее. грубой нашей земной действительностью, с ее грубыми законами, и законами, которые уже до пошлости однообразны и трафаретны. Что происходит дальше? Оно как-то происходит по автоматизму сценария сближения на уровне полового телесного соития. Ну, а теперь, сказал Евгений, я бы все-таки хотел подумать, а почему, собственно, если все мы гении, у нас у всех же есть ген, значит, мы гении, потому что ген человеческий гениален, и не все возможности, которые дает человеческий ген, реализуются. Не то, что не все, а даже меньше 4% человек использует в своей жизни, и не знает даже, что он еще может такое удивительное, что могло бы быть отнесено именно генной информации, незабитой матрицей жизни. Ведь матрица жизни, которую мы имеем, она как бы пытается подавить то великое, гениальное, да, вот снова слово, со словом ген, да, гениальное, что имеет каждый человек. И многие так себя и не ощущали гениями в течение своей жизни, то есть прожили серую жизнь, прошли мимо своего генетического дара. и это, конечно, не жизнь, ту, которую должен был пройти человек, яркая, полная ослепительных открытий, оваций, признания всей планеты. Это можно представить именно этот сценарий, ликующий сценарий искрометного развития своих способностей, ну, считайте, гена способностей генетических, это все так прекрасно, но так редко, что только иногда мы можем говорить о гении того или иного рода, и существующие энциклопедические словари нам скупо повествуют о людей, все-таки нашедших себя в этом противоречивом, грешном и даже непонятном мире, почему все прекрасное растаптывается безобразным, расчетливым и пошлым, почему многие пошлые люди хотят разбить красивую жизнь людей, к которым они близки, эти вопросы остаются без ответа, и это растоптанная гениальная любовь или гениальная исполнительская деятельность, или гениальная композиторская деятельность, эти растоптанные сокровища пошлыми людьми или пошлыми обстоятельствами, или трагическими обстоятельствами, которые опять-таки связаны со шкурными интересами правителей этой страны, все это полно внутренней трагедии и непонимания, почему же на земле у нас часто и чаще всего бывает именно так. Разбитые надежды, разбитая любовь, разбитое сердце, разбитое счастье, разбитая семья и превращение любимой в злую ведьму, которая на шабаше своих товарок празднует дьявольскую оргию. Вспомните фантастическую симфонию Берлиоза, его возвышенную тему возлюбленной и во что она превращается и как она уже потом звучит чрезвычайно пошло, визгливо, неузнаваемо и в то же время узнаваемо. То есть интонация, как логическая запись остается в каких-то чертах, но счастье ушло настолько далеко, что уже возникает ощущение пародийности. Как мог этот цветок счастья, воплощенный в любимой, возлюбленной, превратиться навозную кучу и смердить гораздо хуже, чем смердит эта куча. Вот такая вот земная парадигма дает человеку право задуматься, а как же все-таки найти счастливый путь и избежать столкновения с пошлостью, завистью, злобой, ненавистью. Как человеку все-таки воплотить гениальное движение своей души, гениальное движение своего сердца, любящего бескорыстно, с полной самоотдачей и без всякого желания что-то за свою любовь получить. Любит человек, потому что он любит, и если он по-настоящему любит, он даже не верит, что ему будет что-то существенное, как награждение, даже тот же самый прекрасный поцелуй, то же самое настоящее свидание. Он, как правило, даже не верит в это, но он тем сильнее любит свою любимую. И именно эта любовь, сказал Евгений, является настоящей. Она ничего не хочет оторвать даже от чувств, которые могли бы быть, от соприкосновения с любимой. Эта любовь такая высокая, что она попирает всю сенсорику, какой бы сладостной она не грезилась этому романтику. Конец рассказа. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор 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 Корректор